Здравствуйте, друзья! С вами Геоэнергетика.Инфо Максим Радайкин и наш постоянный спикер Александр Фролов. Здравствуйте! Александр, ценовой ответ Азии оставит Европу без СПГ, которым ЕС мечтал заменить Газпром. Каковы энергетические альтернативы Европы, если потоки российского газа таки прекратятся? Самый главный, самый лучший, самый основательный ответ на этот вопрос никто не знает. Ну просто этого никто не знает. По той простой причине, что мы не знаем самой главной составляющей, а сколько газа надо будет Европе. Учитывая текущую ситуацию, потребление газа в Европе продолжит падать. Не сокращаться согласно плану Европейской комиссии, а падать под давлением экономических факторов. Как, собственно говоря, потребление газа падало с конца 21 года по настоящий момент. И в первом полугодии, напомню, потребление газа в Европе сократилось на 27 миллиардов кубических метров. Это огромнейшая величина, более 10 процентов потребления за полгода. И основное падение пришлось на промышленный сектор. Учитывая, что промышленные предприятия, которые прекратили работать в период с конца 21 по настоящий момент, не смогут во втором полугодии вдруг неожиданно выскочить на рынок и вновь стать крупными потребителями газа. Мы можем сказать, что их доля точно так же не вернется и во втором полугодии. Плюс ко всему высокие цены, порядка 2000 долларов за 1000 кубических метров, неизбежно приведут к дальнейшему сокращению спроса, как со стороны промышленных предприятий, так и других секторов. Собственно, единственным сектором, который демонстрировал рост за прошедшее время, являлась электроэнергетика. Там действительно потребление выросло, но именно с электроэнергетикой наиболее активно собираются сейчас бороться Еврокомиссия, Международное энергетическое агентство и все страны Европы, примкнувшие к ним в этой неравной борьбе. Собственно говоря, они собираются замещать газ углем и мазутом. Но тут такой момент, он весьма важен. И без их замечательных советов шло замещение углем и мазутом. Точнее, в большей степени углем, конечно же, мазутом в гораздо меньшей степени. То есть, уголь замещал газ в электроэнергетике, начиная с середины, ну, точнее, фактически с лета 2021 года. То есть, как только цены на газ стали расти, стали больше употреблять угля. Ну, просто потому, что зачем вам дорогой газ, если есть дешевый уголь. Сейчас и уголь дорогой. Но тут получилось так интересно, что Германия решила, что мировой энергетический кризис – это самое время для того, чтобы закрыть половину атомных электростанций из числа оставшихся и закрыть несколько угольных электростанций. К ней присоединилась еще Португалия, которая полностью отказалась от угля в электрогенерации к концу 2021 года. И так получилось, что компенсировать эти объемы, выпавшие атомные и угольные, чем-то надо было. Их стали компенсировать газом. И цены на электроэнергию пошли опять вверх. Собственно, не то, чтобы они падали, но газ, а тем более дорожающий газ, оказывает сейчас наиболее выраженное давление на эти цены. Но еще раз подчеркну, кстати, уголь тоже недешевый. Там порядка 400 долларов за одну тонну. Тут нам тоже поможет Европейская комиссия, которая в своей мотивационной части, в которой она объясняла, почему надо вводить план строжайшей экономии газа. Она поделилась цифрами, очень интересными, на мой взгляд. Цифры следующие, что за первые полугодия европейские страны, точнее страны Европейского Союза, смогли привлечь дополнительно, то есть относительно первого полугодия 2021 года, дополнительно 21 миллиард кубических метров газа в виде СПГ не из России. То есть, понятно, СПГ идет и из России тоже, но вот не из России, плюс 21 миллиард. Если мы посмотрим на данные НСОК, которые весьма любезно публикуют объемы поставок на европейский рынок, мы увидим, что по сути можно говорить о том, что плюс 21 миллиард кубических метров за полгода – это потолок дополнительных поставок, которые Европа могла добиться. Даже с учетом возможных перенаправлений с других рынков, объем дополнительных поставок все равно будет плясать где-то в районе вот этой отметки. Опять же, если мы в доказательстве этого тезиса, можно привести тот объем поставок СПГ, который образовался на европейском рынке после середины июня, то есть со второй половины июня текущего года. А я напомню, почему важен именно этот период, потому что в середине июня произошла авария на американском СПГ-заводе, после чего цены в Европе стали расти. Европейские потребители побежали к Газпрому, сказали «Газпром, Газпром, дай нам газа, нам очень надо, потому что цены у тебя вновь оказываются ниже, чем биржевые котировки». И тут началась кутерьма с турбинами, и Газпром сказал «Ребят, я с удовольствием, но не могу, технически не могу удовлетворить ваши заявки». И хопа, турбины отключаются, северный поток проседает, и поставки в Германию также оказываются под угрозу, просто потому что нет технической возможности поставлять этот газ. А при этом цены продолжают расти. Цены продолжают расти, пробивают отметку в 2000 долларов. И можно было бы ожидать, что произойдет то же самое, что происходило в конце прошлого года, когда примерно 2000 долларов неожиданно начал стоить газ. И в марте-апреле текущего года, когда после того, как биржевые котировки в Европе подскочили выше отметки 3600 долларов за тысячу кубических метров. То есть можно было бы ожидать, что произойдет резкий всплеск поставок, и параллельно с этим будут падать цены. Ну, потому что все, кто захотел продать по этой цене, успели продать. Произошло перенасыщение рынка, цены пошли вниз. И мы бы увидели всплеск поставок, такой хороший, ярко выраженный всплеск поставок, где-нибудь начиная с июля и вот в августе они бы тоже шли. А какого-то ярко выраженного всплеска нет. Ну, то есть там, разумеется, есть некий рост, но он не приводит к такому же падению цен, как происходило ранее. То есть нет насыщения рынка. И, кроме того, нет такого всплеска объемов, которые происходили, опять же, при предыдущих рекордных ростах цен. Нет этих всплесков объемов. Более того, объемы колеблются, там происходит достаточно ярко выраженное снижение. Но, опять же, понятно, что там не идет вереница этих грузов. То есть вы привезли, вы разгрузились, вы уплыли. И еще какой-то период времени проходит, пока еще какие-то поставки придут. Но, тем не менее, даже учитывая вот эти все оговорки, мы должны признать, что, да, скорее всего, Европа не справится без российского газа при сохранении текущих объемов потребления. И тут возникает вопрос, связанный с Азией. До января текущего года Азия была премиальным рынком. Не в 100% случаях, но в среднем месячном выражении. То есть средние за месяц биржевые котировки в Азии были выше, чем в Европе. Но ввиду специфической ситуации, возникшей в ходе мирового энергетического кризиса, Европа с января, не с конца февраля, не с марта, не с апреля, с января текущего года стала премиальным рынком. И туда развернулись те объемы сжиженного природного газа, которые могли развернуться, которые не связаны жесткими контрактными обязательствами. Ну, говорят, еще некоторые недобросовестные поставщики решили, что выгоднее выплатить штрафы по неисполнению долгосрочных контрактов и продать газ не в Бангладеш, допустим, или Пакистана в Европу. Но это, знаете, это наверняка просто досужие разговоры, сплетни. И вообще такого, конечно, быть не может. Но суть в том, что есть определенные объемы, которые можно действительно перебрасывать между рынками. Ну, и кроме того, основные рынки сбыта в мире до сих пор – это Япония, Китай, Южная Корея. А, как вы понимаете, ссориться с этими тремя странами несколько не так просто, как, скажем, при всем уважении, с Бангладеш и Пакистаном. Все-таки вес этих стран и как потребителей энергоресурсов, и с точки зрения экономической важности этих государств, ну, понятно, платежеспособности, если угодно, не столь, в общем, этот вес впечатляющий, как у Китая, Японии, Южной Кореи. Ссориться с Китаем – это вообще весело. Тут вот США попробовали, так потом они свой газ не могли туда привезти. Вот, поэтому ситуация складывается крайне противоречивая. Если действительно Азия сейчас увеличивает спрос на газ хотя бы до того уровня, точнее даже так, если Китай увеличивает спрос на сжиженный природный газ до того уровня, который он демонстрировал в прошлом году, или больше, у меня для Европы очень плохие новости. Потому что Китай, по сути, может один изъять с рынка европейского те самые дополнительные 21 миллиард кубов, которые они получили в первом полугодии. Опять же, это довольно приблизительно, это с широкими мазками, но тем не менее, да, он может. Он может, если он захочет впрячься в ценовое противостояние. Это возможно. Поэтому Европа, если вдруг резко не обвалится, даже относительно прогнозирующегося обвала, если вдруг резко не обвалится спрос, то с газом будут проблемы, возникнет дефицит. Но, правда, тут в завершении этой мысли хочется сказать следующее. А что конкретно? Не кто конкретно, а что конкретно мешает вам, дорогие европейцы, запустить Северный поток-2? И решить возможные проблемы вот так, по щелчку пальцев. А запустив Северный поток-2, строго-настрого запретив считать, что это запуск на постоянной основе, временный запуск, кто мешает, временно запустив Северный поток-2, решать проблему с первым Северным потоком, решать, так сказать, санкционные проблемы по доставке газа, например, с Польшей, с Украиной. Ну, то есть, не создавать самим себе искусственное давление дополнительное. И без того ваша экономика находится в тяжелой ситуации. Вот и самая последняя мысль. Не стоит ожидать, что мы в какой-то момент уснем, проснемся, Европы нет. Или там экономика полностью развалилась. Нет. Это ситуация, которая растянута по времени. Происходит очевидный обвал экономики. Происходит снижение благосостояния населения. Но выживет ли Европа? Да, конечно, выживет. Вот Терри Пратчетт, известный британский писатель, рассказывал, как он жил около Лондона после войны. Вся их семья мылась в одной бочке. То есть, туда грелась вода, наливалась, все там мылись последовательно. Последней мылась собака. Поэтому собака, эта цитата, всегда странно пахнет. Ну, можно так жить? Да, можно. Все ли помнят, как у нас было в 90-е, когда людям не хватало денег на оплату массово, не единичные случаи, а массово не хватало денег на оплату газа, электричества, как говорили, на оплату света? Как этот самый свет отключали? Как были по всему бывшему Советскому Союзу верные отключения электроэнергии? Все ли помнят? Ну, жили же? Жили. То есть, когда мы говорим, выживет ли Европейский Союз, ну, выживет. Не факт, что в этих границах, не факт, что именно как Европейский Союз, но выживет, конечно. Бывали времена гораздо хуже. Просто, ну, текущий уровень потребления энергоносителей, текущий уровень благосостояния, скорее всего, будет считаться тем уровнем, который еще придется достичь где-то там в будущем. То есть, есть проблемы, да, они создаются, и эти проблемы могут быть еще более страшными, если действительно сейчас Азия вновь вернется к тем объемам потребления того же сжиженного природного газа, которые были для нее характерны ранее. Если она начнет соревноваться за эти вот дополнительные объемы, которые приманила к себе исключительно высокими ценами Европа, тогда, да, тогда у Европы будут проблемы. С другой стороны, этих проблем может быть гораздо меньше, если будет запущен Северный поток-2. Но это уже вопрос к нашим дорогим европейским политикам, потому что все упирается только в политическую целесообразность. В их желание поправить свое политическое будущее, спасти свое политическое будущее за счет экономики Европейского Союза. Ну и тут уже населению, промышленности, крупному бизнесу Европейского Союза стоит задаться вопросом, хотят ли они, чтобы управляли люди, которые хотят свое персональное политическое будущее, спасать за счет вас, всех остальных. Вот на этом позволю себе закончить. Большое спасибо за комментарий. Друзья, подписываемся на Александра. Все ссылки будут под этим роликом и в закрепленном комментарии. Спасибо, Александр. Друзья, до новых встреч. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok